МОНТЕ-СОРИ Надежда Николаевна, здравствуйте, Надежда Николаевна, мы очень рады вас видеть в Кыргызстане и знаем, что вы в Кыргызстане не впервые, да? Да, здравствуйте, я тоже рада здесь присутствовать, да, действительно, это далеко уже не первый раз. Вы уже практически кыргызстанка. Ну да, наше знакомство и наша совместная работа продолжается с ноября 2012 года. Здорово. Надежда Николаевна, прежде всего, как бы я уже заинтересовала наших радиослушателей, и нам хотелось бы узнать, на чем основана педагогика МОНТЕ-СОРИ? Мария МОНТЕ-СОРИ, итальянский педагог, врач, философ, не знаю, очень много можно разных слов о ней сказать, общественный деятель, открыла нам совершенно другого ребенка в первую очередь. То есть МОНТЕ-СОРИ, наблюдая за детьми в разных странах, в разные времена, она обнаружила очень важную вещь. Если ребенку не мешать развиваться, то он делает это с огромным энтузиазмом. Ему очень хочется учиться, узнавать новое, ему очень хочется приобретать какие-то навыки, и дети прилагают все силы для того, чтобы это случилось. И от нас, взрослых, зависит, насколько это будет успешно. То есть удастся ли нам создать ту среду, в которой они могут быть успешны, в которой они могут приобрести те знания и навыки, которые им необходимы. То есть создать ту среду, в которой его способности, способности нашего ребенка раскрываются максимально. В нашей программе мы в основном говорим о раннем детстве. Как известно, это возраст, который в трудах педагогов, психологов вызывает даже больше вопросов, чем ответов. И так как огромные процессы формирования психики ребенка скрыты, и тогда для чего нам, взрослым, родителям, важно знать методику Монте-Сори? Для того, чтобы контролировать или для того, чтобы помогать? Действительно, ранний возраст – это возраст очень интересный. Дело в том, что вообще мозг ребенка развивается во многом именно в раннем детстве. То есть первые три года, первые шесть лет, и фактически уже шестилетнего ребенка почти 80% мозга взрослого человека составляет. И если ребенок рождается, фактически не умеет делать вообще ничего, то есть ни одно другое живое существо не появляется на свет настолько беспомощным. Любой же ребенок, он сразу может скакать. То есть он может найти маму, он может найти себе возможность поесть, соответственно, как-то себя развлечь тем самым. Он владает движениями, он может уже кричать так, как кричит любой же ребенок, любой представитель его рода. Человек же не может ничего, когда родился. У него глазки не смотрят в одну точку, они расплываются в разные стороны, он не может двигать руками произвольно. Руки двигаются сами по себе, независимо от его желания. И уже к трем годам человек научается таким колоссальным вещам, что просто это трудно себе представить. То есть к трем годам ребенок уже разговаривает. Вот сколько нам лет нужно, чтобы выучить иностранный язык? Я не знаю. Мы выучим всю школу, можно сказать, и все равно никогда иностранный язык не становится для нас вторым родным. То есть так свободно, как на родном языке, мы на нем не разговариваем. А чтобы выучить второй язык, у нас есть родной, да, мы можем на что-то опираться, мы можем переводить, мы можем объяснять ребенку, да, что это значит на другом языке. Как он усваивает родной? Всего за три года. Да. Это потрясающая вещь. А такое количество движений. Ребенок, который не мог водить своими руками, он к трем годам головку держит, сидит, ползает, поворачивается, бегает, прыгает. Потрясающие вещи. Причем самое интересное, что первые три года, это эти три года, когда мы фактически не можем реально вмешаться в этот процесс. Он делает это все сам. Поэтому не зря же говорим, да, что в раннем возрасте мозг ребенка – это как губка. Совершенно верно, да. И Монтессори как раз говорила о впитывающем разуме ребенка, да, то есть ребенок, который впитывает все из окружающей среды, и то, что он впитал, становится частью его самого, его личности, его отношения, его восприятие, да, его движение, его язык, все, что хотите. Мы привыкли часто, что часто, очень много у нас сейчас информации, особенно для родительской аудитории, очень часто информация носит характер каких-то вот конкретных советов, указаний, рецептов. Существуют ли какие-то вот универсальные советы, да, или универсальные рекомендации для родителей, если учесть, что каждый ребенок уникален? Вы знаете, действительно, очень трудно говорить о каких-то универсальных рецептах, хотя, наверное, можно, только они будут очень-очень общими, да, потому что действительно каждый ребенок уникален, и каждый ребенок, вот по мнению Монтессори, он с рождения обладает какой-то своей собственной программой развития, да, и в определенном возрасте он начинает ходить, в определенном возрасте он произносит первое слово, и хотя разные дети в этом смысле похожи, да, то есть все начинают ходить примерно в год, но кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, и в итоге получается, что программа у каждого своя, особенности у каждого свои, кто-то это делает быстро, кто-то очень медленно, кто-то осторожный по чуть-чуть, да, кто-то бесшабашно, да, и падает, и набивает синькие шишки. Действительно, дети все разные, но процесс развития в чем-то похож, поскольку в основе развития ребенка все равно лежит развитие мозга, это, в общем-то, процесс физиологический, да, и если взрослые будут понимать, что ребенок в первую очередь хочет развиваться, да, он хочет, не знаю, обучаться, ведь они займут совершенно другую позицию по отношению к ребенку, и, наверное, вот это главная рекомендация, то есть задача взрослых заключается не в том, чтобы чему-то научить ребенка, да, чтобы дать ему задание, потом проконтролировать, как он это задание выполнил, да, не в том, чтобы найти какие-то формы, там, занятий специальных с ребеночком, да, дело совершенно не в этом. Монте-Сори как раз выстроила свой метод на том, что полноценное развитие ребенка может происходить только тогда, когда ребенок сам выбирает свою деятельность, чем ему заниматься. И если мы не мешаем ребенку, если мы не совершаем вот с первых дней его жизни такого насилия над ним, то ребенок выбирает то, что способствует развитию, потому что ребенку очень важно стать человеком своего места и времени. Ведь дети рождаются, что называется, универсальными, да, то есть это не важно, где он родился, да, вот он родился в киргизской семье, там, в русской семье, он родился, не знаю, в племенах, в Амазонке, там, или еще что-нибудь, да. Не важно, какой цвет глаз. Совершенно верно, да. А вот дальше, куда этот ребенок попадает, в какую среду, да, он мог родиться на Амазонке, но вырасти в Москве с первых дней своей жизни, и он станет москвичом, да, то есть он приобретет те особенности психики, память, внимание, восприятие, язык, я уж не говорю про это, да, он будет типичным москвичом, потому что он приспособился к жизни здесь. И наоборот, да, поменяете этих детей местами, произойдет то же самое. Ребенок москвич по рождению, но если он жил там в каких-нибудь диких племенах, он научится лазать по деревьям, да, он научится, он совершенно по-другому будет воспринимать, например, запахи, вкусы, да, потому что он жил в том окружении, где все это имело другое значение, и он по-другому будет устроен вот с точки зрения его функционирования в психике. И, конечно, не может в этом смысле быть универсальных рецептов. Задача взрослых заключается в том, чтобы помочь ребенку почувствовать вот эту среду, в которой он оказался. Да, мы маленькие детей немножечко ограждаем от большого мира, да, потому что большой мир для маленького ребенка слишком сложный, слишком много всего сразу у него обрушивается. Ведь мы свою цивилизацию создавали поколениями, да, тысячелетиями, а маленькому ребенку предстоит это освоить за каких-то там, ну не три, конечно, года, да, ну 12 лет, 15 лет, 15 лет, они вполне сознательные граждане, да, вот. Но то, что делали тысячелетия и поколения людей, ребенку предстоит проделать за 15 лет. Это потрясающая вещь, да. Поэтому, конечно, нужно это делать постепенно. И задача взрослых в этом смысле в каждом возрасте создать ту среду, которая будет помогать ребенку решать его задачи здесь и сейчас. Вот ребенку до трех лет нужно научиться двигаться, нужно научиться говорить. Давайте мы сделаем для него такую среду, в которой он может свободно двигаться. Вот простейшая вещь. В Матессоре предложила убрать вот эти привычные нам высокие кроватки с бортиками, с решеточками. Она удобна для взрослого. Доставать и опускать ребенка, и он там в безопасности за решеткой сидит. Каково бы вам было так вот посидеть за решеточкой? Наверное, не очень здорово, да? Не говорить. Тем более… Как в тюрьме, да? Да. Все равно вот какие-то пространства ограничены. Да. А ребенку ведь важно и двигаться, и получать ощущение от этого пространства, и руками потрогать. Пальцами, именно пальцами посчитать. Да, наверное, рука же нужна, да. Вот. И поэтому Матессоре предложила очень простую вещь. Чтобы ребенку было безопасно, давайте микроводку опустим на пол. Она будет совсем низкая. Фактически, ну, такой толстый матрас на полу. И ребенок сможет сам и заползать, и сползать с нее, да. Вот. И он будет самостоятельным. Он не будет чувствовать вот этого ограничения. Когда ему надо, он будет это делать. Вот. И свобода движения, да. То есть никаких манежей, конечно же, да. Ребенку важно двигаться. Должен быть простор для движения. Нужны какие-то предметы, да, которые помогали бы этому. Может быть, тележки, которые дети начинают возить, когда встают на ноги, да. Может быть, какие-то лесенки невысокие там или еще что-то. Но мы в первую очередь создаем среду. Мы не даем ему задание – поднимись на лестницу, да, или провези тележку. Он с удовольствием это делает сам, потому что он развивает свои движения. Поэтому я вот не зря начала с этого вопроса, да, с вопроса взрослые, почему должны знать эту педагогу для того, чтобы контролировать или помогать. Да, да. Мы говорим про родители. Вот те условия, в которых он может полноценно жить. И тогда, получается, где нам нужно… Ну, некий стереотип у нас сложился, да, вот где ломать тогда этот стереотип. Очень хорошо, вот примером, да, вот примером кровати. Да, стереотип, действительно, стереотип первый заключается в том, что наш мир приспособлен в первую очередь для взрослых, а маленькие дети, ну да, они как-то вот где-то, ну где-то там они нам мешают, и мы создаем условия дома такие, чтобы они нам поменьше мешали, по сути. Да, да, вот, и ощущение того, что ребёнок просто недоделанный взрослый, да, вот он чего-то не умеет, чего-то не знает, чего-то не может, а осознание того, какую колоссальную работу проделывает ребёнок. Ведь по большому счёту каждый взрослый человек, вот мы с вами, да, мы результат работы того самого ребёнка, которым мы когда-то были. Вот это тот ребёнок совершил колоссальную работу, чтобы научиться говорить, ходить, освоить этот мир, и в итоге вот превратился в нас. И поэтому та работа, которую делает маленький ребёнок, она колоссальна, она не прекращает сообщение на минуту. То есть пока ребёнок бодрствует, он работает. Это мы с вами отдыхаем. Мы на работу сходили, 8 часов поработали, потом пришли и отдохнули. Ребёнок не отдыхает вообще. Он работает постоянно, он постоянно впитывает что-то из окружающего мира, постоянно перерабатывает это у себя где-то там, не скажу в сознании, потому что он несознательно это делает, да, это где-то там в подсознании как раз, но мозг его работает, и он постоянно меняется на глазах. И энергии достаточно. Потрясающая вещь, энергии огромное количество. И вот это как раз то, что очень часто сбивают взрослых. Если мы мешаем ребёнку решать его задачи, вот такие важные задачи, то ребёнок начинает протестовать. То есть вот эта его энергия, она оказывается направлена не в созидательное русло, а в разрушительное. И к чему это может привести? Капризы, агрессии, да, иногда это бывает уход там, не знаю, в какие-то болячки, в тревогу. Да, да, да. То есть на самом деле это в лучшем случае, когда ребёнок сопротивляется открыто и бунтует. А в худшем случае, да, ребёнок начинает болеть, он начинает тревожиться, он становится зависимым от взрослого. Может быть комплексы уже какие-то, да, уже? Да, очень рано, очень рано ребёнок начинает чувствовать себя неумелым, беспомощным на фоне тех детей, которые этому научились, да. И самое главное, он ощущает, что вот он чего-то такое не доделал, да, то есть ему самому некомфортно. У него уже возникают задачи какие-то, которые он не может решить. Вот, и задача ребёнка, по сути, к трём годам отделиться от взрослого, стать самостоятельным человеком, как ни странно звучит. Но трёхлетний ребёнок, да, он ходит, передвигается абсолютно самостоятельно, он может разговаривать и объясняться самостоятельно. И если мы дали ребёнку такую возможность, он научается одеваться, да, ухаживать за собой. Он может делать какие-то вещи, которые иногда нам кажутся совершенно немыслимыми. Трёхлетние дети могут готовить еду. Да, вы что? Конечно, конечно. И в Монте-Сори-Садах зона кулинарии для этих детей, это очень важная зона. Они могут порезать салат, да, они могут, не знаю, натереть какую-нибудь там морковку, не знаю, что-нибудь там, яблоко, да. Они могут испечь печенье, там, замесить тесто и реально его испечь. То есть это под силу маленькому ребёнку, мы просто им не даём этого делать. Они могут ухаживать за окружающей средой, они могут что-то постирать, они могут, не знаю, помыть посуду, да. Опять невероятная вещь, но они это делают с огромным удовольствием. Мы же чаще всего им просто не даём, говорят, не мешай, я лучше это сделаю быстрее, чище. А для ребёнка это не просто средство помыть посуду, это средство развивать собственный мозг. Вот когда мы им не даём мыть посуду или мыть полы, не даём там порезать чего-нибудь этим острым ножом, мы не даём полноценно развиваться его мозгу. Да. Надюжда Николаевна, я не зря подчеркнула, что вы практически уже кыргызстанка. Скажите, пожалуйста, насколько в Кыргызстане развивается методика Монте-Сори? Знаете, мне нравится, что здесь происходит, очень, насколько я это знаю. То есть вот наша первая встреча состоялась по предложению фонда инициативы Розы Атунбаевой. Роза Исааковна была такой очень заинтересованной слушницей первой лекции, которая была в методике Монте-Сори. И с тех пор мы ездили в несколько городов, вот Вождь, Джалабад. И, собственно, в Бишкеке это уже шестая наша такая встреча, да, с большим достаточно коллективом педагогов, которые осваивают как бы секреты, все вот эти технологии метода Марии Монте-Сори. Потому что эта система очень непростая. Это, на первый взгляд, всё так просто. Дайте ребёнку свободу, и он будет развиваться. На самом деле вот эти тонкости, знания где, когда, что ребёнку нужно, как увидеть его потребности, как их разглядеть, чем мы можем ему помочь в тот или иной период, это достаточно непростые вещи. И достаточно большая группа педагогов сейчас этим занимается. Кроме того, есть уже несколько садов здесь, в Бишкеке. Вот в Джалабад мы ездили, там есть сад, который использует метод Монте-Сори. Сад, в котором сейчас происходит наш тренинг, Шамбала, они вообще начали даже раньше, чем первый раз я сюда приехала. Они знали директора этого сада ещё до того, была знакома с методом и начинала работать здесь. Сейчас большая группа педагогов этого сада учится на этом тренинге. Спасибо. Очень важен взгляд именно со стороны, взгляд москвича. Поэтому всё-таки вот мне... Вы подчеркнули же, что это не очень-то просто, да? Это же всё-таки комплексный должен быть подход, и вообще методика очень комплексная. Да, то есть внешне всё выглядит просто. Иногда говорят, что, господи, да что тут делать педагогу, да? Дети же всё делают сами, а педагог сидит в стороночке и не делает ничего. Но мне нравится там такое сравнение. Один из начинающих педагогов, который учился на курсе, говорил так. Вот ощущение, что Монте-Сори педагог – это такой шкаф. Вот в классе много разных полочек, там стоят какие-то материалы, которыми работают дети, и стоит ещё в уголке такой шкаф. Но это шкаф, который дымится изнутри. То есть Монте-Сори педагог внешне действительно ведёт себя, ну, может быть, более пассивно, чем традиционные педагоги, да? То есть он не даёт задания, ещё раз говорю, он не вмешивается в работу детей. Это очень важный момент – не указать ребёнку, что он что-то делает не так, что он не прав, что он тут ошибся, а тут у него не получилось. Но он очень внимательно наблюдает и видит то, что делает каждый ребёнок. Это даже гораздо сложнее, чем… Намного сложнее. Подойти, остановить, поправить всегда легче, чем подумать, а что ребёнку мешает сделать вот так, как делают, например, взрослые люди, да? Или почему у него что-то не получается? Чем я могу ему помочь? Должен ли я помогать? Должен ли я придумать какой-нибудь специально развивающий материал, специально для этого ребёнка? Или нужно просто подождать? Вот он будет это делать один раз, другой, третий, у него ничего не получается, а на четвёртый, на пятый уже получится. Просто дать ему время, да? И это в каждом случае нужно принимать решение. И позиция мадессори-педагога очень похожа на позицию врача – не навреди. Потому что наше вмешательство, я уже говорила, да? Когда мы не даём ребёнку развиваться так, как требует его внутренняя программа, как требует его природа, да? Если мы ему мешаем, то ребёнок начинает сопротивляться. И это сопротивление потом остановить бывает намного сложнее. Мы именно поэтому видим детей, которые всё разбрасывают, кричат, бегают, потому что их энергия созидательная просто направлена, оказывается, не туда. Насколько родители вовлечены? Потому что это же очень важно – знать родителям тонкости. Очень важно, очень важно. Если в традиционной педагогике, скажем, если мы берём школу, это просто урок, на котором чего-то ребёнку рассказывали, научились считать или писать. Хотя это тоже очень условно. Педагог всегда ещё и воспитывает. Никогда не бывает, что он просто учит. Он воспитывает своим фактом своего существования, своим отношением, своим способом поведения. То в Матессоре методе это особенно заметно. То есть мы говорим не о навыках ребёнка и знаниях, мы говорим о развитии его личности, о развитии его природы, о развитии его какой-то глубинной сущности. И, конечно, не может быть так, что в детском саду происходит одно, а дома что-то принципиально другое. Тут вот одна половинка ребёнка находится и работает, а дома другая совсем половинка включилась в действие, и родители общаются с ребёнком совершенно иначе, совершенно по-другому. Поэтому, конечно, включённость родителей очень важна. И в Матессоре сады обычно отдают своих детей родители, которые вообще хоть что-то задумываются о том, почему и как развивается ребёнок. Которому важны не просто фактические навыки, научить читать, писать. Потому что да, в Матессоре методе это происходит прекрасно. В 4-5 лет дети читают, пишут, считают, многозначные числа, задачки решают. Но не это главное. То есть это произойдёт, если ребёнок будет самостоятелен, если он будет уверен в себе, если он будет всем этим интересоваться. И, конечно, главная позиция родителей – дать ребёнку возможность быть самостоятельным и независимым. И, конечно, в Матессоре методе очень много идёт диалога между педагогом и родителями. Очень важно, чтобы родители действительно хотели понять, а что происходит с ребёнком. Чтобы они научились совершенно иначе смотреть на ребёнка. Не по принципу «мешает, не мешает» или «умеет, не умеет», а по принципу «а что ему нужно?» «Моя роль?» «Чем я могу помочь?» На самом деле, да, это очень сложно, особенно родителям знать, чтобы именно не контролировать, а дать ребёнку для творчества возможность. Мы ведь с вами тоже не всегда хотим что-то делать. Если нам даются какое-то задание, всегда большой вопрос. Хочу это сделать сейчас, потом. Да, у нас есть чувство долга. Но мы с гораздо большим успехом делаем то, что нам нужно, важно, когда мы осознаём ценности этого, значимости этого, когда нам это интересно, в конце концов. Да, да. И в Матессоре дети, конечно, великая штука происходит в том, что я сейчас уже могу видеть наших выпускников, когда мы в России начинали, больше 20 лет назад. То есть наши дети уже выпустились, они закончили вузы, они уже создали свои семьи, многие из них работают. И очень важная вещь вот в этих детях, которую я вижу, даже не то, что они чего-то умеют, чего не умеют там другие, а то, что им интересно жить, да, им интересно всё, что происходит вокруг. Они чувствуют себя ответственными за эту жизнь, да, и они понимают, да, что раз я самостоятельен, раз я сам принимаю решения, значит, я отвечаю за то, что я делаю, и отвечаю за свою собственную жизнь, да, за свою семью, за свою страну, в конце концов. Да. Надежда Николаевна, есть ещё такое вот ошибочное мнение, что у Матессори педагогика это вот нужно прежде всего для тех детей, у которых вот, ну, для детей с возможностями, с проблемными возможностями. Особенностями, да. С проблемными особенностями, да. Ну, это понятно, откуда это идёт. Дело в том, что Матессори действительно начинала как врач и работала с умственно-отставами детьми, но это буквально длилось несколько лет. А всё остальное время, там, больше 50 лет, она работала с детьми самыми разными, самыми обычными. Но, по крайней мере, вот в советские времена в истории педагогики о Матессоре говорилось только это, про умственно-отставы детей и больше ни о чём. Вот. А то, что она помогала развиваться детям свободным, независимым, да, очень интеллектуально продвинутым, потому что то, что умеют выпускники, допустим, детского сада Матессори, ну, никак не сравнить с обычными традиционными садами. Сочинение на две страницы написать, причём написать, да, от души, сформулировать свои мысли, записать руками. Решить задачки, там, на делении с четырёхзначными числами, да, ну, это не каждый трёхклассник сделает, да, трёхклассник, а дети, выпускники Матессори, в принципе, это могут. Но я ещё хочу сказать, что очень большая заслуга Матессори, конечно, в том, что она, увидев природу ребёнка, она создала систему, в которой каждый ребёнок развивается в своём темпе, в своём ритме, да, в своём интересе, как бы. И поэтому в одной и той же детской группе могут быть дети самого разного уровня развития. И поэтому, да, действительно, для детей с проблемами, как с самыми разными, дети с ДЦП, там, нарушение движения, дети с какими-то умственными отклонениями, да, они могут находиться среди здоровых детей. Ну, это здорово, это вот интеграция, и это очень-то... Да, да, да. Вот я, на самом деле, не вижу никакого другого метода. Вот сейчас у нас тоже говорят об интегрированном образовании, и большинство педагогов, они бы и рады помочь детям с проблемами, и, да, понимая, что хорошо бы этим детям адаптироваться и жить как бы среди нормальных детей. Но традиционные методики не предназначены для этого. Ну, как я буду вести урок, да, и как я буду обучать этого ребёнка, да, ему нужно совсем по-другому всё это преподносить. А мотессори, мотессори, дети могут работать вместе. И каждый получит в итоге своё. То есть способности каждого ребёнка развиваются оптимальным образом. То есть не гениальные там или одарённые дети здесь не тормозятся, что тоже очень важно. Не дети проблемные не чувствуют своей ущербности. Да, то есть каждый получает... Да, и получается, как наша программа называется, здесь каждый ребёнок гений. По сути, да. По-своему. Да, ребёнок реализует себя полностью, да, то есть он то, что в нём заложено, и то, в чём заключается его предназначение в мире, он может реализовать, он может это сделать. Но это и есть гениальность, мне кажется. Да, это здорово. У кого-то, допустим, одни способности, у кого-то другие способности, и каждый в своей стезе, да, в каждой своей стихии развивается. Совершенно верно. Это же здорово. И здесь дети не сравниваются друг с другом, да, то есть нет никакого ни сравнения, ни оценки. В одной группе всегда разновозрастные дети, да, то есть дети, например, трёхлетние, шестилетние, они находятся в одной группе, в одном классе, работают вместе. Старшие помогают младшим, младшие учатся уважать старших, да, потому что они, не потому что они старше, просто потому что, а потому что не умеют, потому что не могут, потому что не заботятся, да. То есть это совершенно другие отношения. Это здорово. В принципе, как бы так. Неплохо. Неплохо она прошла. Но это вот такой большой хороший курс. Но, во-первых, у нас уже установились достаточно хорошие связи. И многие из ваших педагогов приезжали на конференцию в октябре. У нас была в России конференция, посвященная 100-летию российской мотессурии-педагогики. Была международная конференция мотессурии-Азии. То есть из разных азиатских стран туда люди приезжали. И ваши представители там были тоже. Их было не так мало. Кроме того, есть желание продолжать и здесь. Вот буквально вчера мы обсуждали какие-то перспективы здесь с этой группой, которая работает. Мы сейчас знакомимся с мотессурии-педагогикой для детей от 3 до 6 лет. Появилось большое желание узнать о методе мотессурии для детей до 3 лет. То есть за время работы нашего курса родилось несколько детей, несколько внуков. Поэтому педагоги очень заинтересованы. Кроме того, собственно, у вас уже появляются такие базовые точки, которые могли бы взять на себя в последующем продвижение и проведение каких-то семинаров и курсов обучающих. Но, по крайней мере, вот с Шамбалой, где мы сейчас работаем, у нас такое есть твёрдое намерение продолжать сотрудничество. Я думаю, что постепенно, конечно, не сразу это произойдёт, но постепенно этот курс перейдёт вам. То есть у вас будут свои кадры, которые будут сами готовить мотессурии-педагогов. Ну, это очень здорово. На самом деле, очень хочется вас поблагодарить за то, что вы занимаетесь таким очень важным, очень важным делом. И пожелать вам здоровья, успехов, чтобы вы ещё не раз к нам приезжали. Уважаемые радиослушатели. Спасибо, спасибо. И успехов, я думаю, что надо пожелать тем педагогам, которые начинают сейчас работать, потому что у них впереди масса открытий. И я, в общем, очень рада за то, что это происходит вообще. Да. Уважаемые радиослушатели, я хочу вам напомнить, что мы сегодня в нашей программе «Гений» поговорили о педагогике Монте-Сори, которая, если говорить очень коротко, основана на том, чтобы создать ребёнку среду, в которой все его способности раскрываются максимально. Итак, у нас в гостях была гостья из Москвы, представитель Международного института Монте-Сори педагогики Смирнова Надежда Николаевна. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за внимание и всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!